Вы знаете, геморрой существует, так скажем, в нескольких стадиях. Мы подразделяем клинические четыре стадии геморроя. И очень часто геморрой выявляется при обычном клиническом обследовании, например, ну или профилактический, приходит пациент на осмотр, и мы делаем инструментальный осмотр, амоскопию. И я говорю, вот узелочки у вас немного расширены, но без признаков воспаления. Что это означает? Это значит, что функция геморройдальных узлов сохранена, но объем его несколько расширен, несколько увеличен. Это означает геморрой первой стадии, немножко расширенные узлы. Периодически, например, у пациента возникает выделение крови, но каких-то таких явных нарушений жизнедеятельности, социальной адаптации, выпадения узлов еще нет, незначительный дискомфорт может появляться, ну и небольшие какие-то кровенистые выделения. В данном случае мы ставим геморрой первой стадии и не стараемся его срочно удалить. Ни в коем случае. Все мы делаем по показаниям. Если есть показания, если есть симптоматика, которая действительно нарушает социальную адаптацию пациента, его социальную интеграцию, например, человек не может сходить в туалет на работе, он передерживается, он боится, что у него там сейчас опять будет дискомфорт какой-то, или у женщины перед менструацией, например, возникает ощущение зуда, интенсивного жжения, выраженнейшего дискомфорта. Конечно, если это повторяется из месяца в месяц, да, мы тогда говорим, вы понимаете, вот такая ситуация, их нужно на узелке эти удалить. Но в целом, если пациентам не беспокоит ничего, если узлы физиологически немного расширены, крайне редко, там, раз в 5 лет дают какую-то симптоматику, конечно, мы стараемся здесь лечить консервативно. И самое главное, пациенту дать рекомендации по изменению образа жизни, чтобы не произошло усугубление ситуации.